Так, всем привет, с вами Спектр, и прямо сейчас я сделаю на скорую руку маленький Спектр Каст. Если смотреть по сегодняшним обстоятельствам, вообще, если по сегодняшнему дню смотреть на ситуацию, которая происходит с каналом, которая происходит вообще у меня тут, то, в принципе, всё идёт довольно хреново, я вам скажу, потому что... Нет, не в плане того, что с каналом беда, или у меня уже заканчивается материал, допустим, нет, 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 в этом никаких нет проблем, но бывают такие моменты за, вот, допустим, эту неделю, что я два раза динамил, по сути, канал, то есть я не выкладывал видео день, и, по сути, суббота-воскресенье ещё осталось на этой неделе. И немного отвлекусь, не обращайте внимания, что левой части, так скажем, экрана нету. Нет, это всё нормально, это всё хорошо, просто я не показываю, на что я подписан, а то... Мало ли, это реклама. Вот, значит, насчёт всего этого. Суббота-воскресенье. Если сегодня, то есть в субботу выйдет Спектр Каст 1, то я не знаю, что выйдет в воскресенье, потому что сейчас, на самом деле, снимать что-то довольно тяжело, потому что у меня там в учёбе, наконец, начался курсовой проект, и поэтому мне надо как-то больше будет ему время уделять, чем тому, чем я занимаюсь сейчас. Ну, не полностью, конечно, но всё же местами. Поэтому также у меня там ещё кое-чё... Есть там пара проблемок дома. Нет, они не особо помешают мне снимать, но если видеороликов не будет день-два... Ребята, вы не переживайте, если день видеороликов не будет, значит, у меня вот эти вот дела. Если два дня не будет, то я уже сделаю, конечно, отдельное видео по этому всему, да? Ну, и в группу ВКонтакте кину, если что, оповещение. Так вот, давайте поговорим насчёт темы сегодняшнего Спектр Каста. Тема будет веб-камера в основном, да? Я, наверное, подпишу ещё как-нибудь. Но главная тема веб-камера, потому что я тут собираюсь в начале декабря уже её приобрести, чтобы делать для вас более качественные обзоры на новые игры. Так как вы знаете, что я прошёл Call of Duty Black Ops 3 тут недавно. Ну и, собственно, за один день хотел потом сделать обзор, но понял то, что как бы я не выставлял свет, как бы я звук не выставлял, всё было бы одинаково. То есть, да, качество, ладно, можно не обращать внимания. Там, по крайней мере, фокус-камеры у меня захват имеется. Но вот со звуком полная беда, и поэтому нагружать ваши наушники, а тем более колонки, я не хочу. Так как это будет уж чересчур обидно, так как видеорецензия на Batman Arkham Knight со звуком там была реальная беда. Поэтому я тут буду приобретать веб-камеру, пока не знаю какую, но примерно я разобрался там по стоимости, примерно понял, какая будет, если я, правда, не забуду её. Ну и, скорее всего, в начале декабря пойду за ней, чтобы, наконец, записывать для вас нормальные видеорецензии на новые игры, чтобы Spectre Cast был какой-нибудь новый, чтобы, может быть, какие-нибудь видео с веб-камерой иногда делать по играм, например, там, какой-нибудь первый взгляд на инди-игру какую-нибудь, да? Ну там, для стримов же всё равно веб-камера пригодится. Нет, я не собираюсь опускаться до уровня того, чтобы снимать видео с веб-камерой полностью, то есть, вот, видеопрохождение, потому что видеопрохождение, они делаются ради идей, то есть, вы снимаете игру, и не нужно никакого постороннего кадра, то есть, веб-камеры. Зачем она вообще нужна? Я там буду кривляться, поддельные эмоции создавать, и это серьёзно будет хорошо, что ли? Я не так считаю. Если вы уже записываете прохождение, то только с живым комментарием, и комментарий должен быть исключительно по делу, а не там кричать направо-налево, там, реально говорю, поддельные эмоции создавать. Вот. Значит, давайте обсудим вот насчёт веб-камеры. Собственно, решил также покупать камеру обычную, но всё-таки, скорее всего, мнения расхожие будут. То есть, наверное, кто-то из вас хочет, чтобы я купил обычную камеру, чтобы я мог, допустим, гулять, что-то снимать для вас там, какие-то анонсы, может быть, какие-то отдельные спектр-касты. Да, это нормальная идея, но решил я пока остановиться на вебке, потому что когда она у меня была, это был 14-й год, она не особо разошлась, да тем более в 240 пикселей она была, и когда я перемещался, то всё квадратами показывалось. Нет, в этот раз веб-камера будет хорошая, чтобы, по крайней мере, фокус был и разрешение было нормальное. Ну и не 60 FPS, конечно, чтобы она выдавала, потому что я видел там 30 кадров в секунду веб-камера есть. Есть веб-камеры 60 кадров в секунду, но они, наверное, стоят тысячи... тысячи по 8-9, наверное. И там фокус, наверное, извините меня, можно с самым мелким шрифтом на йогурте прочитать срок годности, наверное. Ну, мне такие не нужны пока что, пока что. Пока мне нужна хотя бы с нормальным разрешением. Ладно, это всё будет. Давайте обсудим прохождения, которые были на канале всё это время. Значит, я закончил The Binding of Isaac Afterbirth. Выложил обзор на русском языке, конечно. Ну, обзор на русском, понятное дело. Вот. Значит, всё это я сделал. Также я немножко решил нести разнообразие и сделал видео по паркуру в Call of Duty Black Ops 3, потому что мне этот режим понравился, было очень интересно и, по сути, весело. Вот. Далее. У Спектр Ченнела самое смешное, самое лучшее. Через слэш вышла шестая часть, где в основном присутствуют моменты с Хэллоуина 15-го года. То есть, где-то 31 октября мы играли с пацанами в LaFoda 2, с Илюхой, Женей и Денисом. Вот. И я там нарезочку как-то делал хэллоуинскую. Ну, и сунул туда несколько моментов оттуда. Также сейчас вот прохожу GTA Vice City, почти закончил её. И, по сути, всё с GTA-шками. Ну, а далее у нас уже идёт Call of Duty Black Ops 3. Как видите, первая часть Call of Duty набрала, ну, 700 просмотров. Блин, этого вообще мало, потому что я планировал на больше, рассчитывал я на больше, но, по крайней мере, прохождение Call of Duty стабильно смотрели вы на моём канале. Да не только вы, то есть новые люди тоже смотрели. Мнение отрицательное. Отрицательное. Я с этим полностью согласен и не противоречу нисколько. Ну, и также я сделал прохождение карты Shadow of Evil, кстати, которую я сегодня полностью прошёл в Black Ops 3. Хочу сказать, что вы немного потеряли, так что... А, и почему серия начинается так странно, да? То есть мне там писали, типа, чё за дела, там, почему так странно начинается видео. Потому что первую часть заблокировал Тре-Арч за то, что там присутствует вот начальный видеоролик. Пришлось из-за этого выкладывать только вторую часть, потому что я и так над зомби висеть не хотел, поэтому так получилось. Ну, то за бандинку Файзек идёт, да и, по-моему, всё. То есть с того Спектр Каста я мало что прошёл. Ну, разве что вот Хэллоуин был, ГТА-4 заканчивал, и, по сути, всё. Всё. Далее там уже идёт немного не то, что надо. Вот. Ну, примерные новости я так рассказал. Я уже не помню, ребят, когда у меня последний там Спектр Каст был. Серьёзно говорю, не помню уже, когда последний раз выкладывал. Так что... Слава богу, что сейчас хотя бы руки до этого дошли. То есть если вы поддерживаете тему с веб-камерой, которую я хочу устроить, то, пожалуйста, пишите в комментарии, мол, да, давай, там, может быть, в пределах разумной суммы там моделики какие-нибудь подскажете под веб-ку. Но не такую, чтобы уж прям она была слишком суперская или в пределах суммы, но слишком хреновая. То есть, ну, такая срения, нормальная для... Просто для работы с вами. Чтобы звук... Ну, звук нормально будет поддерживаться, потому что ведь через компьютер, через микрофон всё это будет выводиться. Ну и главное, чтобы изображение было хорошее. Так, сказал вам насчёт того, что если видео не будет день-два, то не переживайте. У меня курсовый проект, поэтому... Небольшая жопа, так скажем. Длиться он у меня будет ровно месяц. То есть через месяц всё будет уже, я думаю, нормально. Я думаю, вот именно, что будет всё нормально. Ну, больше мне, по сути, добавить нечего. Ну, кстати, насчёт розыгрыша. Как вы помните, на 5000, 6000 и 7000 подписчиков я разыгрывал для вас скины. Но насчёт 8000 подписчиков. Ребят, у меня пока ничего нету для розыгрыша, если честно. Ну, возможно, к 9000 что-то появится. Но я не знаю. Если и буду что-то разыгрывать, то, ну, в ближайшее время. Пока ещё сам не знаю что. И да, ещё один часто задаваемый вопрос по поводу Fallout 4. По поводу Fallout 4. Ребята, прохождения не будет, скорее всего, по Fallout, потому что я хотел напрячь своего друга с PlayStation 4, чтобы он меня, как обычно, снял. Но он покупает игры только на английском языке. Редко, когда на русском. Ну, и я его не стал напрягать, в общем. Тем более, финал Fallout'а появился спустя 2-3 дня после выхода игры. Поэтому, ну, как в случае с Black Ops'ом у меня. Но, к сожалению, не такой ажиотаж он вызвал, как Fallout. И ещё хотел сказать насчёт вот чего. Я тут планирую под Новый год устроить топы на своём канале. То есть, может быть, 3 топа. 5 лучших игр этого года, соответственно, с выделением лучшей игры по версии моего канала. Худших, ну, и какой-нибудь ещё топ сделаю. Немножко необычный. Я думаю, это получится здорово. Именно для этого мне, опять же, нужна будет веб-камера. Так что всё будет. Всё будет, но уже к концу декабря. Сейчас 14 ноября 2015 года. Если кто-то это смотрит в 2016, то отлично. Я очень рад. Ну, на этом я, наверное, закончу свою мысль. Пока я там ещё не навспоминал миллиард вещей, о которых должен поговорить. Завтра будут ли видео, я не знаю. То есть, опять же, как позволят обстоятельства, так мы и поступим. Ну, а пока на этом всё. С вами был Спектр. Рекомендуйте этот канал своим друзьям. Дальше будет только интересней. А, забыл сказать насчёт новых прохождений. Самое главное-то я забыл. Насчёт новых прохождений. Я не думаю, что... Ну, как я сказал, Fallout 4 не будет проходить. Я не думаю, что в этом году я ещё куплю какую-нибудь новинку. Ну, так как... Я не знаю, что выходит уже во второй половине ноября и вообще в декабре. Из того, что прям многие все ждут. Ну, разве что вот Star Wars Battlefront недавно вышел. Но нет, нет-нет-нет, я его точно брать не буду. Так что, да, скорее всего, я больше ничего брать в этом году из новинок не буду. Так что будем довольствоваться тем, что я для вас заготовлю на остаток этого года. Но это пока будет сюрприз. Поэтому ждите финал GTA Vice City. Рецензию на GTA 5 и рецензию на Black Ops 3. Ну, а с вами был Спектр. Увидимся в следующих видео, которые появятся на канале уже, наверное, завтра. Ладно, ребятки, всем пока. Удачи вам во всём. И пожелайте удачи мне. Всё, пока-пока-пока.